Я хочу представить нашего лектора. Ирина Меликова родилась в семье художника-иллюстратора Александра Меликова. Закончила Российский государственный гуманитарный университет. Еще студенткой попала в реставрационную мастерскую исторического музея, которую спустя некоторые годы возглавила. Вся профессиональная деятельность связана с сохранением культурного наследия. Ирина Меликова еще читала авторские курсы в МГУ, в РГГУ и еще в Московском академическом художественном училище МАХУ. Она проводила семинарии для региональных музеев и библиотек. Она, наследовав коллекцию акварельной графики отца, занимается ее популяризацией. Мы сегодня очень рады приветствовать вас, Ирина Меликова. И я думаю, что для наших студентов, для наших коллег это ваше выступление откроет совсем новые просторы в реалме перевода. Так, слово вам, Ирина Меликова. Добрый день, уважаемые друзья. Рада приветствовать всех на нашем вебинаре. Я дочь художника-графика. Насчет перевода. Конечно, я расскажу об истории двух переводов Махабхараты. Их великое множество, но мы остановимся на двух. Объединенных иллюстративным циклом, которые создал мой отец. И, наверное, иллюстрация – это все-таки международный язык и тоже своеобразный язык перевода. Можно, наверное, и так сказать, назвать это. Ну что ж, меня видно и слышно, да? Да, ваше. Видно ли и слышно презентацию? Видно ли презентацию, простите? Пока, да, демонстрация экрана. Еще раз попробуйте. Так, демонстрацию экрана. Сейчас я открываю тогда презентацию. Поделиться. Вот. Все, теперь всем видно, наверное, да? Вижу. Все. Ну что ж, начинаем. Махабхарата глазами русского художника Александра Мелехова. Итак. Александр Васильевич Мелехов. Московский художник, книжный график, автор иллюстративных циклов к разным произведениям классическим, разных эпох и культур. В том числе, когда-то он проиллюстрировал хождение за три моря Афанасия Никитина. И это был первый опыт его работы с Индией, с индийской культурой. Вот, собственно, одна из этих иллюстраций. Он родился и вырос в Бухаре. В свое время это была обычная практика. Семья была переселена туда, выселена из-под Оренбурга. Поэтому хорошо знал восточную культуру. Однако с индийской культурой он не соприкасался. Отучился в Москве в Строгановке, остался в Москве жить. И первые два иллюстративных цикла, созданные им, были «Тысяча одна ночи» и «Поясе Хаджа на Средине». Эти иллюстрации были выставлены на выставке познавательных открыток, организованной издательством «Изобразительное искусство». И тогда же у редактора изобразительного искусства родилась идея создать цикл «Хождение за три моря», синтезировав культуру древнерусскую и культуру индийскую. И поскольку до этого папа не имел опыта иллюстрирования индийских памятников культуры, он, конечно, глубоко погрузился в тему, стал изучать это все. И помимо текста еще изучал Бабур-Наме, ходил по музеям и старался фиксировать то, что поможет ему потом в дальнейшем в его труде. Ну, вот перед вами как раз вариант Бабур-Наме из «Музея Востока». Что касается Махабхараты, то с ней папа соприкоснулся гораздо позже, и запрос на иллюстрирование Махабхараты поступил, собственно, от публикаторского отдела Международного центра Рерихов, и содействовал этому академик Людмила Васильевна Шапошникова. Я просто хочу рассказать в том числе и о людях, которые так или иначе имели отношение к появлению этих переводов и этих книг. То есть любая книга, как вы, наверное, знаете, всегда результат деятельности многих и многих людей. Автора, если это перевод на другой язык, то переводчика, издателей. Но прежде всего книга – это идея, которая должна родиться в чьей-то голове. Вот Людмила Васильевна решила издать «Махабхарату». Она являлась директором музея Рериха. Ну, Николая Константиновича Рериха, наверное, представлять не нужно. Его, я думаю, все знают. Кстати, именно сейчас проходит выставка Николая Константиновича в Третьяковской галерее на Крымском валу в новом здании Третьяковки. И буквально недавно я была на прошлые выходные в Санкт-Петербурге в училище Академии Штиглица художественной. И меня удивило то, что в выставочном зале Академии идет планшетная выставка. Дети Индии и дети русские представляют свои рисунки, на которых изображен Николай Константинович Рериха и горы Гималая «Рисуем Гималайи» называется эта выставка. В общем, меня это тоже порадовало, немножко как-то вот в тему получилось. Так вот, Людмила Васильевна Шапшникова – это личность, которая внесла неоценимый вклад во взаимодействие русской и индийской культуры. Именно она была директором музея Николая Константиновича Рериха, потом вице-президентом Международного центра Рерихов. Он же, этот центр был ей и создан. Она была президентом благотворительного фонда Елены Рерих, также главным редактором журнала «Культура и время». Она закончила стыковическое отделение исторического факультета Московского государственного университета, работала старшим преподавателем и доцентом кафедры истории Индии Института стран Азии и Африки при МГУ. И в 1958 году впервые побывала в Индии, работала в Мадрасе, в Мадрасском университете, в Мадрасском отделении представительства Союза Советских Обществ, дружбы и культурной связи с зарубежными странами. А после знакомства в 1972 году с биографом Рерихов, Беликовым, стала заниматься изучением жизни и деятельности Николая Константиновича Рерихова и его семьи. Стал публиковать работы на эту тему. И в 1975-1980 годах в возрасте 50 лет в одиночку прошла по маршруту экспедиции Рерихов через Центральную Азию от Алтая до Гималаев и после издала фотоальбом об этой экспедиции, по следам этой экспедиции. Ну, вы, наверное, знаете, что Николай Константинович Рерих эмигрировал, но, однако, после неоднократно пытался вернуться в Советский Союз. Он написал письма Сталину, но Сталин отвечал «оставить без ответа». То есть Николай Константинович с семьей так и остался за границей, много жил, работал в Индии, оставил после себя огромное наследство, но оно оставалось вне поля зрения русских людей. Людмила Васильевна Шапошникова много сотрудничала со Святославом Николаевичем Рерихом, сыном Николая Константиновича. И именно она в 1990 году организовала и осуществила перевозку из Индии в Советский Союз архивы и наследства Рериха для Советского фонда Рерихов в Москве, переданных Святославом Николаевичем Рерихом 19 марта 1990 года. Так что, как видите, человек масштаб личности Людмилы Васильевны, конечно, велик. И она отслеживала все работы публикаторского отдела Международного фонда Рерихов. И именно она инициировала издание «Махабхараты», которое было переведено переводчиком-востоковедом Сергеем Леонидовичем Северцевым. Он издал поэтическое переложение древнего эпоса. Книга эта была, которую планировала издать Людмила Васильевна, предназначена для съезда индологов как подарочный экземпляр специалистам. Но перевод этот планировалось издать иллюстрированным. И вот тут-то встретились Людмила Васильевна и художник Александр Мелехов. А вот это у нас Сергей Леонидович Северцев. И о переводе Махабхарата, конечно, однозначно надо сказать особо отдельно. Перед вами две книги Махабхарата, которая впоследствии вышла в Международном центре Рерихов в переводе Северцева и с иллюстрациями Александра Васильевича Мелехова. А также вторая книга – это «Видьяпоти», которая также планировалась к выпуску Международным центром Рерихов. И папа для «Видьяпоти» тоже создал цикл иллюстраций, их 16 штук. Но, к сожалению, на тот момент издание не состоялось. И она вышла позже, это в 2004 году в издательстве «Янтарный сказ». Но, тем не менее, здесь тоже перевод поэта средневекового 14-15 века «Видьяпоти». Может быть, «Видьяпоти» я могу путать ударения, извините. Но книга вышла, и в ней переводы Сергея Леонидовича Северцева с иллюстрациями Александра Васильевича Мелехова. О Северцеве, конечно, надо сказать особо. Он в 1950 году окончил Литературный институт имени Борького. Он был членом Союза советских писателей с 1958 года. Он был автором 20 оперных либретто, 3 сборников оригинальных стихов. Он сам был поэтом. И более 40 сборников переводов восточной поэзии. Как говорила его супруга Анна Исаковна Прудовская, восточную поэзию он переводил километрами. Такое вот сравнение. Переводил он, конечно, не только индийских поэтов. Он переводил с подстрочников. И переводил он Алишера Наваи, Амар Хаяма, Низамия, Робин Джонат Тагора, Павла Нетруду и других. Был околдован и очарован индонезийской поэзией. Почему я так уверенно об этом говорю? Я встречалась с Анной Исаковной Прудовской, когда я была еще совсем юной. Мы с папой были в гостях у нее. Он готовился иллюстрировать папу Махабхарату и брал у нее книги, книги Северцева по индийской культуре, потому что, ну а как же еще художнику работать? И жили они в доме композиторов. У Северцева дядя был композитором. И, вероятно, этим объясняется то, что они жили в этом доме. А отец у Сергея Леонидовича был художником, Леонид Евгеньевич Фейнберг. И в наследство Сергей Леонидович получил огромное собрание акварелей Максимилиана Волошина. Акварели были на стенах, акварели стояли за стеклами книжных шкафов. Я это помню. И пока еще Сергей Леонидович был жив, он, конечно, давал любому входящему в квартиру полюбоваться на эти акварели, а только потом, минут через 10, приступал к общению. Очень гордился своей коллекцией, любил ее. Но мы Сергея Леонидовича в живых не застали. Мы общались с его супругой. И отец, как я уже сказала, пользовался библиотекой Сергея Леонидовича. Прежде чем говорить о создании иллюстрации, надо, конечно, обратить внимание, в какое время они создавались. Это относится, наверное, к любому художественному памятнику. Мы не можем говорить об Альберкте Дюрере безотносительно эпохи, в которую он творил Нюрнберг. Это Серебряный век. Ой, простите. Это Северное возрождение. Точно так же мы не можем говорить о значении черного квадрата Малевича безотносительно времени, когда он был создан. То есть это начало XX века, это эпоха перемен. И Малевич, собственно, не делает художественное произведение. Он делает манифест, что искусство теперь будет другим. Вот оно будет таким. И какое-то время действительно искусство очень популярным было именно таким в виде треугольников, квадратов, линий, кругов. Поэтому перенесемся в 90-е годы. Достаточно голодное время для Москвы. Сложное. Компьютеров тогда еще. Ну, они были в России, их завозили, но они были в банках, они были в офисах, но частных скромных художников-компьютеров не было. Представим себе малогабаритную московскую квартиру, где художник начал работу над циклом древнеиндийской лирики. Он пользовался, конечно, книгами, которые брал у друзей, и которые брал в библиотеках, или просто работал в библиотеках, не все библиотеки выдают книги. Он пользовался музеями. Вот мы видим скульптуру из Государственного музея Востока. Что-то музеи разрешали фотографировать, что-то фотографировать не разрешали, поэтому он многое зарисовывал. Фотографические альбомы у меня хранятся в большом количестве. И тоже все делал сам, фотографировал, проявлял в ванной, занавешивал световое окошко и оставил на ванную доску. Были кюветы с фиксативами, с проявителями. И сам проявлял, печатал фотографии, и потом этим пользовался для своих изображений. Тоже музей Востока, тоже свадьбоситы и романы. То есть материалы использовал все, какие мог вообще добыть. И вот таким вот образом зарисовывал. Это наброски тоже. Дома хранятся большие альбомы и блокноты набросков. Сидел, смотрел по передачу клубки на путешественников. Ну, потому что даже в 90-е годы он никогда не выезжал за пределы страны, в которой жил. Ну, так случилось, так сложилось. А уж там в 75-е год, если взять, когда он работал над хождением за Три моря, то и подавно страна была закрыта. Ну, выезжали только дипломаты, артисты балета. Ну, в общем, отдельно взятые личности, которым было можно. Поэтому материал набирал как мог. Сидел, рисовал, зарисовывал с телевизора. Ну, как я уже сказала, музей и библиотеки. Домашняя библиотека, вот альбомы из домашней библиотеки. Тоже добывал книги. Это было тоже непросто. Где мог, добывал их. И дома тоже большая коллекция книг по отечественной и зарубежной культуре. Вот так вот и работал. И постепенно появлялись вот такие вот композиции. Это тоже наброски. Он компоновал, он придумывал всевозможных демонов. Ну, как их еще изобразить? Это тоже фантазия художника. Он, конечно, опирался на то, что видел в музеях. Но все-таки большую часть придумывал сам. Вот фигуры, которую демоны сонную одолевают. И вот так вот он пытался еще и в декоративной совершенно манере изображать растительность, которую, как вы сейчас увидите, использовал в своих иллюстрациях. То есть достаточно схематично таким ковровым орнаментом изображены деревья, цветы. И уже вот на фоне этого орнамента фигуры. И перед нами раскрывается первое сказание, переведенное Сергеем Леонидовичем о братьях-соперниках Сунди и Упасунди, о красавице-телоттаме, которую боги создали для того, чтобы она стала камнем преткновения между двумя братьями, которые изначально были великими подвижниками. И боги даровали им великую силу. Поэтому никто с ними не мог справиться, только они друг с другом. Они слишком легкомысленно к этому отнеслись и стали достаточно агрессивно относиться ко всем окружающим. Боги решили каким-то образом эту ситуацию исправить и отправили к ним созданную богами же красавицу-телотаму. Напоминает мне эта сказка о золотом петушке, когда братья лежат в меч войне сившие друг к другу. Далее сказание о том, как боги пахтали молочный океан, добыли напиток бессмертия. Ну, так и представляешь себе, как боги огромную гору погрузили в океан, начали вращать ее, сбивая этот океан, чтобы получить напиток бессмертия. И в помощь себе еще взяли огромную змею, которая тоже способствовала сбиванию этого океана. И каждого персонажа нужно было придумать, у каждого из них свое лицо. Они не схематичны, они очень индивидуальны. И каждого демона тоже нужно было придумать. Ну, это огромный труд. Каждый цикл иллюстрации занимал у него несколько лет. Вот сказание о знаменитых, удивительных деяниях могучего мудреца Агастии. Здесь мы видим, как Агастия выпивает океан, поскольку нужно было обнажить дно океана, на котором прятались демоны, терроризировавшие великих мудрецов, убивавшие их. И боги тоже решили с ними как-то разделаться. Но поскольку те прятались, привлекли Агастию, Агастия выпил океан, и удалось победить демонов. Однако следующее сказание повествует о том, что дно океана оставалось сухим, и нужно было как-то вернуть ситуацию на место. То есть океан вернуть. Агастия сказал, что, ребята, назад не могу извергнуть океан, переварил уже. И тут уже приходит на помощь царь Сагар и славный Пхагиратха, который смог уговорить Гангу не извергнуться с неба и наполнить собой, опять же, воды океана. И сказание о сыне отшельника, о религии гробом юноше, соблазненном Гетерой. Ну, соблазняла она его для того, чтобы вернуть его, точнее, не вернуть, а пригласить его в город. Царь местный очень хотел этого юноша взять я своей дочери, потому что юноша был очень благочестив. Вот. Гетере удалось уговорить его сесть в ладью. Ну, в общем, наверное, немножко странными вещами занимаюсь, пересказываю Махабхарату жителям Индии. Собственно, я хотела бы немножечко еще вернуться, показывая вам иллюстрации, к тому, что делал Сергей Леонидович. Поскольку Махабхарата – эпическое произведение в Великой битве потомков Хараты, мифического героя-первопредка, которому возводят свое происхождение все индейцы, центральное событие поэмы – это сражение двух царских родов, пандалов, кауралов, и первое выражают светлое начало, второе – темно-демоническое, и добро в конечном счете торжествует. Сама битва занимает лишь незначительную часть общего объема поэма, а битве предшествует длительное повествование, описывающее происхождение двух легендарных родов, историю взаимоотношений, и на историю главных героев нанизываются многочисленные побочные повествования, собственно, которые мы тут вот сейчас с вами и видим. Поскольку произведение поэтическое, колоссальное, объемом более 100 тысяч стров, то, конечно, Сергей Леонидович Северцев даже не думал переводить его целиком. Он брал отдельные сюжеты. Ну, русский читатель, конечно, уже имел возможность знакомиться с этим эпосом. Существуют прозаические переводы значительной части Махабхарата, осуществленные на высоком художественном уровне, снабженные подробными комментариями. Но в основном Махабхарата переводилась на русский язык в прозе. Тем не менее, произведение – это поэтическое. А трудность передачи санскритской поэзии по-русски объясняется тем, что санскритская система и стихосложение строится на совершенно иных принципах. Здесь поэтический размер определяется системой чередования долгих и кратких слогов. В отличие от европейской поэзии, где ритмическая структура обусловлена ударением. Итак, Северцев взял лишь некоторые сказания плетенные в ткань Махабхарата. Вот сказания о святом старце Чьяване, юной сукане, обретших вечную молодость. Да, к суканье сватались вот эти вот два добрых молодца божественного происхождения, но она все-таки выбрала старца и попросила и для себя, и для него вот эту благость, эту вечную молодость. Сам Сергей Леонидович Северцев настаивал на том, чтобы книга имела под заголовок поэтического переложения, а не перевода, ибо он сполна отдавал себе отчет в том, что, во-первых, санскритский стих не может быть передан по-русски адекватно, во-вторых, приближение буквы оригинала делает словесную ткань Махабхарата слишком тяжелой для современного читателя. Он использовал подстротники очень высокого уровня Волковы, Невелева и Василькова. По критическому изданию Махабхарата скрупулезно консультировался с учеными-эндологами по поводу всех трудных для понимания мест. Избрав в качестве поэтического размера дольник, переводчик стремился дать читателю почувствовать, что Махабхарата представляет результат творчества сказителей. Вот сказание о премудром Ману, о его говорящей рыбе, о всемирном потопе. Опять же, борьба с демонами, огнедышащий демон убежден. Вот сказание о Раджинале, прозванном достохвальным, о его верной Дамаянте. Ну, вот как раз сказание о Нале и Дамаянте переводил Жуковский. Это был, наверное, первый перевод поэтический Махабхараты. Ну, точнее, кусочка Махабхараты, ее фрагменты. Так, сказание о том, как сражался доблестно Раджуна с божественным горцем. И сказание о том, как был вознесен могучий партха в небесный чертог Индры. Вот, обратите внимание, насколько все детально прописано, прорисовано. Икони и полесницы, и все украшения фонские. И каждое украшение, как вообще могли выглядеть герои, это тоже художник очень внимательно продумывал. Так вот, вот все иллюстрации Махабхараты я вам показала, которые вошли в книгу перевода Северцева. И примерно в это же время параллельно папа работал и на Двидерботе. И когда оба цикла были закончены, они были выставлены на вернисаже в Доме дружбы с народами зарубежных стран. Вот здесь вот как раз папа на этой выставке. Это особняк Арсения Морозова. Не путать с особняком другого Морозова, который на Спиридуновке. Савва Морозов имел родственные связи с Арсением. Арсений был его двоюродным племянником. Савва свой особняк строил для супруги. Он в готическом стиле выполнен. А этот в мувританском стиле. Арсений Морозов посетил Португалию и после этого решил построить особняк в духе дворцов Синтры. На что его матушка среагировала достаточно резко. Сказала, раньше только я знала, что ты дурак, а теперь вся Москва знать будет. Но особняк настолько красив, легок, ажурен. Он так прижился в центре Москвы. Он находится прямо напротив выхода метро Арбатская. И там располагался достаточно долгое время Дом дружбы с народами зарубежных стран. Там проводились выставки для укрепления дружбы и сотрудничества с народами зарубежных стран. Но поскольку особняк Савы Морозов, который он строил для жены, он был домом приемов МИДа, он сгорел практически полностью на три четверти, по крайней мере, в 1995 году. И его реконструкция заняла достаточно долгое время. тогда, к сожалению, погибли работы в Рубеле, созданные для этого особняка. То есть они в течение советского периода живы были, сохранились. И вот в 1995 году такая трагическая случайность. погибли в огне. И Министерство иностранных дел переместило Дом приемов сюда, в Дом дружбы с народами зарубежных стран. И поэтому выставка, которую сейчас вы здесь видите на фотографии, была едва ли не последней, которая в нем состоялась. А теперь это уже особняк. Он так и остался домом приемов МИДа параллельно с прежним домом приемов, который тоже отремонтировали, отреставрировали. Так что выставлялись эти два художественных цикла. И был напечатан один из них, Махабхарата. А вот в Депте, несколько позже, и с Центром Рерихов это уже, к сожалению, не связано. И совсем недавно, в 2003 году, издательство Эксмо подарило иллюстративному циклу нашему еще одну жизнь, выпустив Махабхарату для широкого круга читателей. И уже в переводе, в Махабхарату переводилось, это был прозаический перевод, литературный перевод, то есть не академический, он был создан именно для широкого круга читателей. и создан он был видными советскими эндологами Владимиром Гансовичем Эрманом и Эдуардом Наумовичем Тёмкиным. Ну, об этих людях тоже хотел бы сказать несколько слов. Это ленинградская школа перевода, то есть они оба работали, ну, сейчас в Санкт-Петербург, раньше в советское время это был Ленинград. Владимир Гансович Эрман, человек тоже удивительной судьбы, советский, российский индолог, переводчик, исследователь индийского эпоса и театра, автор филологического перевода Хагават Гитта на русский язык. Он родился в семье инженера, инженер-лесничий, педагог эстонского происхождения был его отец, и он был репрессирован, его отец репрессирован НКВД, незаконно осужден, приговорен по вгерям в 1938-1949 годах. И при том, что Владимир Гансович прекрасно учился, закончил школу серебряной медалью, проявлял способности к языкам. И после он закончил университет ленинградский, занимался востоковедением, но не мог работать по специальности, потому что считался сыном врага народа. И поэтому он в 1951-1954 работал на опытном оптикомеханическом заводе, потом на заводе точных приборов геологоразведки в Ленинграде. И одновременно с этим преподавал английский язык в средней школе, то есть он не терял надежды. И в 1954 году устроился библиотекарем в библиотеку Академии наук Советского Союза, откуда в 1956 году перешел, наконец, на работу по специальности в Ленинграде, в Ленинградское отделение института востоковедения, младшим научным сотрудником. Всего лишь, но тем не менее. В том же году начал преподавать санскрит и историю древнеиндийской литературы на кафедре индийской филологии, которую в свое время и окончил. В 1955 году отца Эрмана реабилитировали, и в 1960 году Эрман перешел на постоянную работу в ЛГУ как основной преподаватель санскрита. И таким образом уже мог заниматься научной работой. И после в соавторстве с Темкиным они выпустили... Ну да, про Темкина все-таки я тоже хочу сказать, что он был индолог, переводчик, и доктор филологических наук, тоже окончил лоточный факультет ЛГУ, и с 1957 года научный сотрудник, в 1961-1981 годах ученый-секретарь, а с 1981 года заместитель заведующего Ленинградского петербургского отделения института востоковедения Академии наук СССР. Автор свыше 40 научных работ по древнеиндийской литературе и польклору. Ну, если Сергей Леонидович Северцев был больше поэт, переводчик, перекладывал поэзию на язык, то здесь мы имеем дело с такими маститами-индологами, учеными, исследователями, которые, конечно же, переводили Махатхарату очень подробно, но книга, которая вышла в 2023 году в Эксмо, это уже результат их литературного переложения более легкого для широкого круга читателей. И вот эта книга, в трех сказаниях, составивших ее, излагаются сюжеты великих эпосов в Древней Индии, Махатхара, Тармаяна и Бхагавата Пураны. Первое сказание о Раме повествует об изгнании и скитании храма, об освобождении Ситы, его прекрасной возлюбленной, верной супруге, из плена владыки Ракшасов. Второе рассказывает о рождении и детстве Кришны, о его похождениях и подвигах. И третье – об истории вражды между двумя царскими родами, Кауравами и Пандалами, и о трагической битве на реке Куру. Вот, собственно, этим я с вами хотела поделиться. Мне, конечно, очень приятно. Я благодарю Сону Саини за предоставленную возможность. И если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Спасибо за внимание. Сону? Сону слышно меня? Да, да, да. Спасибо большое. Да. Сейчас я… Уложилось в отведенное время, да? Да, да, да. Спасибо. Спасибо вам огромное, Ирина. Было очень интересно нашим коллегам и участникам, если у вас вопросы, пожалуйста, поднимайте виртуальную руку, и вам мы дадим микрофон. Пока наши друзья готовятся к вопросу, Ирина, у меня один вопрос к вам. Ну, один и даже несколько, но давайте попробуем. Скажите, пожалуйста, как увлекался ваш отец, уважаемый Александр Миликов, к индийской вот такой эпосе Махабарда? У него был какой-то связь с Индией? Либо он просто так это интересен? Ну, в общем, я попыталась рассказать, как это получилось. Первый цикл, который он иллюстрировал, это было «Хождение за три моря». Это древнерусские летописные своды, фрагмент из древнерусского летописного свода, описание путешествия Афанасия Никитина за три моря. И это случилось вот в 1975 году, когда редактор издательства «Изобразительное искусство» предложил ему проиллюстрировать этот цикл. А до этого, как я говорила, папа, собственно, рос в Бухаре, в Средней Азии, куда его семью выслали, тоже репрессировали, выслали из-под Оренбурга. Поэтому он знал Восток. Но, конечно, он не знал Индии, он знал Хаджуна Средина, он знал сказки «Тысяча одной ночи». Он эти циклы, это были два первых цикла, которые он проиллюстрировал сразу практически после института. Он всегда знал, что будет художником. То есть, как говорил Лев Николаевич Толстой, писатель – это не тот, кто умеет писать, а тот, кто не может не писать. То же самое можно приложить к художникам. Художник – это тот, кто не может не рисовать. Папа не рисовать не мог, он себя не представлял без этого. Первые его циклы художественные, «Тысяча одной ночи», они очень восточные по передаче национального колорита. Это сияющие песочные цвета, то есть, это стены миноретов, освещенные солнцем, и огромное количество оттенков синего, слюды, смальты, которые были украшены, бухарские, в частности, минореты и храмы. То есть, он эту архитектуру видел, хорошо знал, и он ее воспроизведел, смог ее воспроизвести, произвел в своих иллюстрациях к сказкам «Тысяча одной ночи». А вот уже на выставке, где он эти иллюстрации представил, редактор издательства «Изобразительное искусство» сказал, «Знаешь, Александр, мне кажется, ты вполне справишься с «Хождением за три моря». Папа задумался, как все-таки ему выйти из положения, но купил в лукинистическом магазине текст «Хождение за три моря», потом где-то раздобыл Бабур-Наме, поизучал, подумал и принялся за работу. И в течение пяти лет создал цикл «Хождение за три моря». То есть, это было первое его знакомство с индийской культурой, такое глубокое, потому что для того, чтобы что-то изобразить, нужно это что-то изучить сначала, очень хорошо изучить. И поскольку в этой культурной среде в общем-то связи достаточно, ну, все друг друга более-менее знают, но если не знают, то хотя бы наслышанное, то Международный центр Рейхов, конечно, знал о цикле «Хождение за три моря», и их отдел издательский пригласил художника на встречу с Людмилой Васильевной Шапошниковой, и они обсудили возможность иллюстрирования Махабхараты, и он взялся за это дело, посетив, собственно, вдову переводчика Северцева, и взяв у нее какие-то книги, поняв для себя, что, в общем-то, с этой ношей он тоже справится. Вот примерно так это происходило. Интересно, интересно. И у меня еще один вопрос по поводу Махабхараты. Как мы понимаем, как мы переводим, у нас есть язык. И мне кажется, что нам легко, потому что мы словами можем легко переводить. У нас уже готовый какой-то язык есть. Ну, конечно, у художника свой язык, ну, как вы видите его как новый либо вид, либо другой специальный вид изображения рассказа, ну, то есть пересказ текста в изображение. Как это трудно или легко? Или как это, вы думаете? Я не думаю, что это легко. Ну, как вы, наверное, знаете, иллюстрирование книг всегда было трудом таким непростым. Художники-иллюминаторы еще в Средневековье делали изображения на оставленном переписчикам месте, на свободном. И этот труд всегда очень ценился, потому что это миниатюра. Вот папа работал в стилистике, когда, тем более, он иллюстрировал что-то, какие-то древние тексты, он однозначно уходил в стилистику книжной миниатюры Средневековой, чтобы как-то смысл текста и вот это вот поэтическое сказание Махабкара, это летописный свод, это «Хождение за три моря», чтобы как-то это соотнести. Ведь Япоти, ну, на самом деле, это тоже средневековый поэт, это 14-15 века, да, ведь Япоти творил, и хоть у него, в общем-то, ну, лирические тексты, это лирика, но тем не менее, она все равно средневековой лирикой, и ее тоже, в принципе, можно изображать именно в стилистике средневековой книжной миниатюры. Ну, в общем-то, вот так вот папа и работал. Он брал за основу, вдохновлялся именно тем, как работали средневековые иллюминаторы. Легко ли это? Не думаю, потому что на каждый цикл иллюстративный у него уходило несколько лет. Это не вот так вот. Ну, есть художники, которые работают быстро, да, подошел быстро, несколько там штрихов сделал, и уже произведение какое-то художественное готово. И да, это получается красиво. Но здесь вот другая история, здесь скрупулезный труд. Вот у нас так. Да, можно один вопрос, да? Конечно. Да. Вот я хотела бы спросить вас, как молодое поколение в России относится к индийскому древнему эпосу? Или же захватывает вот это, то есть древний индийский эпос, захватывает ли популярное воображение сегодня в России? Как вы думаете? Я не могу поручиться, конечно, за все молодое поколение. Тут скорее надо обращаться к студентам, которые все-таки изучают, наверное, эту тематику. Но хочу сказать, что вот книга наша, если первая книга, она была издана небольшим тиражом и для специалистов-эндологов, то вот это вот сегодняшнее издание, оно издано все-таки для широкого круга читателей, иллюстрированное, и оно расходится, продается. Я обращаю внимание, как вот идут продажи, и вижу, что расходится. То есть в России есть люди, которым это интересно. Интересно читать, интересно рассматривать. И меня это радует. На нон-фикшн у меня буквально из-под рук пыталась забрать последний экземпляр «Однодама», а мне он самой был нужен. В общем, спрос есть, интерес есть к литературе и к этим изображениям. Спасибо. Что меня радует. И нас радует, конечно. Спасибо. Кто-то еще хочет что-то спросить, вижу, что он будет дорогой. Айфон X, у вас, извините, там имя не написано. Включите ваш микрофон, мы дали вам права, чтобы включить микрофон. Спасибо. Я извиняюсь, что я не переименовал это название. Благодарю вас за такое представление вашей папы, художника Мелихова. Очень интересно было послушать и особенно все, что вы показали на экране. Я думаю, видеть значит верить. Что является результатом граффитической иллюстрации невероятного способа визуального повествования. Меликов, художник, как следует из названия, название, я думаю, это правитель. Он был правителем своих иллюстраций. Я вижу на иллюстрациях персонажей, обстановку, и номинальное визуальное представление всего мероприятия, которое намекает на живописное, мегасобытие на увлеченном экране моего мозга, читателя. Мельчайшее различие иллюстраций, иллюстрируется техникой, его специальной техникой дифференциации цвета, размера, объектов, выбранных для наброски. Это очень интересно. Я чувствую иногда, когда я посмотрел все ваши на экране все эти иллюстрации, что папа смог передать то, чего не смогла передать книга. Потому что он изучал Индию, ее культуру, историю, и поэтому это все очень ближе к индийцам. Спасибо огромное вам. Спасибо вам за столь поэтичные эпитеты. Спасибо. Коллеги, есть еще у кого-то вопросы? Если трудно найти виртуальную руку, кнопочку, то можете прямо включить ваш микрофон. Спасибо. А скажите, пожалуйста, пока наши коллеги, участники найдут все. А скажите, пожалуйста, вот эта книжка уже опубликована, да, то есть в изображении. Да, да, да. Все опубликовано. Только в России или это есть еще в Индии либо онлайн если кто-то может хотел бы ну она продается в России сейчас онлайн не знаю онлайн по-моему нет версии вот но получить в Индии получить в Индии ну может быть заказать из России но это надо подумать я думаю что это реально можно обратиться в издательство Эксмо и может быть они каким-то образом поспособствуют как-то посылку какую-то организовать чтобы энное количество экземпляров переправить в Индию но должен конечно должен быть запрос наверное от индийской стороны и я полагаю что нет ничего невозможного вот если что могу свести вас с редактором который собственно эту книгу выпускал и который знает что сейчас есть на складе в каком количестве ну да надо извините издали хорошо вот акварельные иллюстрации не всегда хорошо получаются из-за цветопередачи и здесь нужно чтобы поработали с коррекцией цвета соотнесли вот баланс белого перед тем перед выпуском в печать не все издатели это делают акварели издавать нужно правильно чтобы все-таки цвета соответствовали оригиналу и вот Эксмо с этим справилась простите вы хотели что-то сказать не не просто я это говорю что вот это очень важно и нужно чтобы иметь вот такое нам это как новый вид перевода новый вид перевода у нас нет только редко бывают такие студенты и такие коллеги которые и рисуют и могут изображать например у нас была одна студентка сейчас она учится в Москве и она тоже нарисовала разные изображения с помощью текста и конечно мы понимаем что все не могут так сделать просто у всех не так получится но у кого получится большие молодцы коллеги есть еще вопросы у кого-то Ирина на такой чудесной теме Махабхарта в изображении когда я прочитала такую тему мне было очень удивительно что кто так далек Россия уже изображал Махабхарта в изображениях и пока вот никто не знает об этом я тоже не знаю художника другого который бы вот так вот изобразил такой вот эпос просто не знаю может быть конечно кто-то есть но не встречалось и поисковик ничего не выдает то есть когда забиваешь поисковике в основном картинки выскакивают это сериал Махабхарта который в Индии был снят но вот таких вот изображений акварельных больше я не видела нигде ни у кого если нет вопросов тогда мы подходим к концу и просим профессора Керен Сингверма сказать слова благодарности профессора Варма так слышно вам да меня слышно уважаемые коллеги и переводчики из Индии и России и других стран дорогие аспиранты и студенты от имени оргкомитета первого интерактивного вебинара Махабхарта глазами русского художника который организуется союзом переводчиков русистов Индии выражаю искреннюю благодарность заведующей раствор рационной мастерской государственной исторической музеи это государственного исторического музея Красная площадь Москва уважаемой Ирине Мелиховой за такую интересную информативную лекцию на лекции мы конечно узнали много о новом виде и уникальном методе перевода Махабхарта в изображениях мы от всего сердца благодарим вас за эту замечательную можно сказать заворожающую лекцию мы очень признательны вам уважаемая госпожа Ирина Меликова за все мы еще простите я начала раньше ничего да это продолжается конечно вот существу здесь присутствуют наши коллеги мы очень благодарны вам дорогие коллеги еще присутствуют наши студенты и аспиранты благодарим вас дорогие наши аспиранты за то что вы принимали участие и активно принимали участие все спасибо вам большое организаторы наши спасибо всем спасибо спасибо госпожа Ирина Меликова и вам большое спасибо что слушали так внимательно меня всегда немного удручал тот факт что вот эти книги иллюстрации созданы книги вышли и вроде бы иллюстрации сложены в папочку и лежат под спудом и дальше жизни у них нет и как-то всегда хотелось чтобы более широкий круг узнавал об этом выставки тоже бывают камерные и на них приходит энное количество народу но не так вот чтобы это было широко а все-таки современные технические возможности дают какой-то такой рывок дают возможность показать где-то в далекой Индии то что было создано о ней здесь в России создавалось на протяжении многих лет и это действительно кропотливый труд очень хочется им делиться поэтому огромное спасибо за предоставленную возможность спасибо Ирина наши коллеги некоторые уже написали у нас в персональном чате профессор написала спасибо огромное очень интересная лекция и также написала очень интересная лекция и наши коллеги из России которые индусы то есть индейцы спасибо большое за такую интересную лекцию и принц Шарма тоже пишет очень хорошая лекция спасибо и некоторые коллеги даже написали нам лично что у них тоже интересные материалы по Махабарту например Рави Шекар написали что у него также есть книга по Махабарте Астинапур было бы интересно чтобы мы и обсуждали это конечно нам тоже было бы интересно продолжать эту нашу беседу нашу дискуссию и Гарима сейчас написала благодарить вас за интересную такую лекцию конечно у всех вот такие же чувства и я думаю очень хорошая идея возникла чтобы организовать выставку может быть по теме Махабарта с иллюстрациями уважаемого Александра Великого чтобы когда если получилось на месте то есть в Индии чтобы люди даже простые люди которые не знают язык они тоже знали что как русский художник представляет Махабарту например когда я видел иллюстрацию когда вы показали мне понравилось как все персонажи нарисованы в белом свете как в России а у нас еще бывает вот такое более черного цвета я видел я и представлял потому что художник когда рисует это его интерпретация как он либо она видит своих характеров своих лиц и таким образом он его изображает но интересно тоже конечно это как интерпретация текста и интересно надеемся что у нас будет что-то как продолжать вот это такая тема интересная и будем еще обсуждать такие темы в будущем мы благодарим вам с удовольствием поучаствую если что-то такое вот будет да наверное последнее читаю наш коллега Шаши написал Шаши Кумас большой а наверное вопрос есть вопрос можно ли заменить разницу параметра перевода исключая когда древнегреческий Гомер был переведен Жуковским или древнегреческие эпосы переводятся на русский язык сегодня я немножко не поняла вопрос но знаю что Жуковский переводил примерно да так же вот и Нали и Домаянти примерно тем же размером как и Гомеры это то что я знаю поймите пожалуйста правильно я все-таки не переводчик я не филолог а прямо мог бы спросить Шаши пожалуйста давайте последний вопрос берем от вас включите микрофон пожалуйста добрый день я хотел бы спасибо вам большое за лекцию и так появился вопрос у меня что если там можно заметить какую-то разницу в параметрах перевода когда Жуковский переводил Гомера и когда сегодня русские древнеиндийские эпосы переводятся сегодня есть ли разница там в параметрах перевода или нет разницы такие аспекты я хотел бы знать ну я все-таки вы поймите правильно не филолог но то что я знаю что Жуковский действительно переводил Нали и Домаянти именно так же как и Гомера то есть тем же размером он переводил и разницы разницы есть конечно у каждого переводчика он избирает какой-то свой размер избирает свою систему в которой ему как-то удобно и комфортно работать поэтому все переводы скажем так точные переводы Махабхарата это переводы с подстрочника да академические переводы а дальше если мы вот говорим о Северцеве он поэт и он просто переводил так как он мог умел переложить на вот на русский язык и он указывает что его книга это поэтическое переложение а не точное воспроизведение то есть это все-таки тоже творчество литературное переводчик вот Северцев да он поэт и собственно он представляет нам свое литературное творчество а не точный перевод Махабхарата также собственно и вот авторы которые сейчас вышли то есть книга вот последняя Махабхарата которая вышла в 2003 году Темкин и Эрман они также выпустили литературное переложение но это уже прозаическое литературное переложение я полагаю что вы вас интересует прежде всего поэтическое конечно вот поэтому здесь каждый переводчик который является поэтом избирает свой размер так как вот он понимает как он может это воспроизвести конечно все это очень индивидуально это то как я вижу насколько я знаю опять же поймите правильно я все-таки не фидолог я дочь художника которая хочет донести до вас вот эти вот изображения спасибо большое да спасибо конечно вот коллеги если и друзья когда вы будете на Красной площади не забывайте встретиться наверное в историческом музее договоритесь заранее конечно и будем рады конечно с вами увидеться в Москве либо в Индии давайте коллеги у меня предложение включаем микро в свою камеру веб-камеру и давайте на вот такое традиционное группе фото как я вижу рад приветствуем Зев Прайман из Израила очень рад вас видеть наш герой из Израила компьютерный специалист с которым мы давно сотрудничаем и разработали разные проекты коллеги включаем веб-камеру если возможно и давайте на группе фото так я вижу уже несколько камеров несколько наших коллег веб-камеру just a minute yeah it's enabled sir can you please on thank you thank you very much yes professor Priti Das and sir Ajay Kumar Karnati thank you very much for joining let's speak one two three and then be ready with your big smile okay one two three thank you thank you very much again one two three thank you photograph need to try two three let's go one two three and last one one two three thank you very much thank you I thought it was I think it was I think it would be very interesting, I would like to hear it thank you thanks thank you thanks thanks Спасибо, Ирина, за столь познавательную лекцию. Было очень приятно слушать. Я из Кыргызстана. Всем добрый вечер. Я здесь преподаю русский язык. И организаторам большое спасибо за такую интересную лекцию. Спасибо, спасибо большое. Я тоже хотела поблагодарить за такую интересную лекцию и надеемся, что мы будем слушать вас еще в будущем. Спасибо большое. Спасибо, спасибо. А коллега из Кыргызстана, скажите, пожалуйста, как вас зовут? Майрам, я работаю в штате Гуджарат, университет Раштара Ракша. Не сочтите за наглость, но я сделаю небольшие объявления. Мы время от времени проводим различные мероприятия, культура России и так далее. На этот раз мы брали российско-индийско-дипломатические отношения, приуроченные к этому дату, к этой дате. Следующее мероприятие будет о Пушкине. То есть в день Пушкина мы знаем, да, мы празднуем. Если вам не трудно, пожалуйста, зайдите на сайт Арарью Раштара Ракша Юниверситета Гуджарат. И найдите нас, пожалуйста, и мы будем просто, мы не можем найти публику, кто знает русский, кто знает, кто хотел бы узнать о русской культуре и так далее. Пожалуйста, пишите нам и участвуйте, пожалуйста. И организаторы, пожалуйста, тоже, если у вас есть возможность, можете распространить такую информацию. Вам огромное спасибо. Да, да, за приглашение, да, было очень интересно. И вам большое спасибо. Спасибо. Всем хороших выходных. Спасибо, спасибо большое. Спасибо большое. Мы оставляем вот здесь в чате свою электронную почту. Напишите, пожалуйста, пришлите информацию, мы с удовольствием посмотрим. О, классно, да? Сейчас напишем. Вот, отправили. Я тоже, да, напишу сюда. Благодаря Ирине, да, вот, уже нашли. А вас как зовут? Вот и очень хороший вот такой повод, когда встречаемся с нашими коллегами. И находимся. Интересно. Интересно. Да, да, да. Вас как зовут, извиняюсь? Меня зовут Киран Тинг Верма. Окей. Я одна, да, одна из организаторов, да. Вот он, Сону Сени. Еще Ранджина Банеджи. Ранджина Соксена. И вот наша молодая коллега Анджу Рани тоже сидит онлайн. Так, всего хорошего и до свидания. До новых встреч. Всего доброго. До свидания. 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 Продолжение следует...